Концерны Fiat Chrysler и группа PSA подписали официальное соглашение по созданию нового альянса. В этом объединении стороны будут участвовать на равных правах. Штаб-квартира автогиганта будет располагаться в Нидерландах, а его главой выступит нынешний президент группы PSA Карлос Таварес. Пост председателя правления займет Джон Элкон из концерна FCA. Будущий альянс станет четвертым по величине автопроизводителем в мире. Сейчас обе компании ежегодно выпускают около 9 миллионов автомобилей, а их общая операционная прибыль находится на уровне 11 миллиардов евро. Уже объявлено, что два концерна будут дополнять друг друга, так как они являются прибыльными на разных рынках. Правда, ни один из 14 брендов пока не сумел надежно закрепиться на главном рынке планеты – китайском. Название нового альянса до сих пор не объявлено. Сам процесс займет от 12 до 15 месяцев. И только после этого альянс начнет разработку новых моделей на совместных платформах. Peugeot 2008 второго поколения появится в России весной 2020 года. Напомним, что премьера новинки состоялась этим летом, так что пауза между дебютом и стартом российских продаж будет относительно небольшой. 2008-й – это более крупная разновидность модели 208. В евро-версии маленький паркетник имеет трехцилиндровые бензиновые турбомоторы 1.2, а также полуторалитровый турбодизель. Впрочем, гамма моторов для нас может быть немного другой. Сейчас продажи модели малы, но смена поколений наверняка сделает Peugeot 2008 пусть немного, но популярнее. Продолжение следует...